Книга памяти – это будущий результат проекта, получившего краевую поддержку в сумме порядка 900 тысяч рублей на реализацию идеи под названием «Никто не должен быть забыт». Почему никто не должен быть забыт? Вечная память тем, кто защищал нашу Родину. Это герои Отечества, они защищали нас, наши семьи. Для чего нужен такой проект? Чтобы все помнили о людях, боевавших за нашу свободу. Представительницы детского общественного гражданско-патриотического объединения 15-й школы «Камские витязи» Валерия Яковлева и Варвара Бачанова уверены. Для этого нужно рассказывать о подвигах ушедших героев, помогать их родственникам, проводить уроки мужества и встречи памяти наших земляков. Например, в городских библиотеках. Мы давно сотрудничаем со школой номер 15, в частности с детским отрядом «Камские витязи». Очень много мероприятий проходим. Уже это у нас не первый проект, в котором мы помогали реализовывать. И сейчас тоже наша задача распространять, скажем так, ту информацию, то, что будет собрано в рамках проекта. Мы будем помогать рассказывать о героях нашего города. А главное – сохранить в памяти поколения их имена, историю их жизни. Для этого будет создана книга памяти, как результат взаимодействия Соликамской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и детского общественного гражданско-патриотического объединения «Камские витязи». Уникальность нашего проекта в том, что мы, может быть, впервые за много лет пришли к пониманию того, чем должны быть заняты наши юно-армейцы, кроме военно-технической составляющей. Ребята будут заниматься поисковой работой тех ребят, наших земляков, героев, участников, к сожалению, погибших во время специальной военной операции. И итогом нашего проекта станет создание интерактивной книги памяти о наших земляках. Один из этапов проекта – марафон памяти, в рамках которого предусмотрена встреча с родственниками павших героев. Это и общение, и помощь в быту, и решение различных проблем. Также обязательно взаимодействие со школами, в которых учились герои. Это проведение уроков мужества, соревнований и конкурсов в их честь. Напомним, проект «Никто не должен быть забыт» вместе с другой инициативой «Хороший выходной» от общественной организации российских немцев «Возрождение» стали победителями первого краевого конкурса социальных проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края социально ориентированным некоммерческим организациям в этом году. Инициативная общественность – это серьезный ресурс, в котором сосредоточены большие возможности для развития региона, отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, с помощью неравнодушных людей в крае реализуются социально значимые проекты, улучшающие качество жизни людей. Работа некоммерческих организаций Пермского края очень важна, и без участия общественных активистов справиться со всеми социальными проблемами в регионе было бы невозможно. На данный момент участие в патриотическом проекте «Никто не должен быть забыт» заявили 10 юнормейских отрядов и 2 общественных объединения. Желают успешной реализации проектов Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания «Соль-ТВ».